легенда о колоссе собственно давайте заберем ежедневный бонус у меня на сегодняшний день четвертый день это обсидиановое кольцо на 15 уровня для нас она бесполезна 4 проверки плюс 5000 монет также у меня доступен но собственно реклама ну я и без вас скорее всего буду смотреть чтобы вас не отвлекать не задерживать и так далее вот по персонажам у меня доступен новый персонаж я его за ежедневный вход получил поэтому давайте его вместе с вами откроем нажмем нанять собственно наняли изоленту ну я и будут так называть я понимаю что по-другому зовут но все-таки у меня у персонажа собственно следующее снаряжение но она понятное дело голая но я только только наняли вот у нас собственно а так вот одет шарлот наш танк dd наши вот так вот одеты и наш хил одет вот так вот данный момент наш хил это софья и рэми это наша собственно dd изолента наша так называемая тоже dd но она второго уровня она достаточно далеко еще я качаться вот нам тут подсказывают то что мы тут что-то изменилось давайте собственно основную линию местами пробежим 14 источник кризиса у нас тут и будет desmond как вы видите четвертым номером то есть он мы не можем и сюда никого взять поэтому нам в любом случае придется втроем идти и desmond будет нашим четвертым как вы видите 4 слот заблокирован сложно средний основка в любом случае это поэтому давайте нажмем начать нам рекомендует пятый уровень персонажей но у нас нет пятого уровня поэтому мы пойдем так не отставать не хочу чтобы забудились лесу но я должен предупредить не удержать когда вы видите большого парня эдмонд просто и действия смиришься поиграть с нами потом не веди нас жестокого вращения с животными вы люди бесите меня чё ты там сказал ничего ничего ты главный эдмонд присоединяется команде эдмонд большинстве случаев впереди стоит поэтому нам особо заморачиваться не стоит на его счет имеется ввиду на нас сходу напали давайте сразу выбьем их это мог бы пятого уровня мы выиграли у них инициатива у нас почему-то 20 начальная инициатива но это не суть важно давайте посмотрим на пчел да и как видите они пятого уровня собственно это звери уязвимы к огню но не уязвимы кровотоку это зверь у нас также присутствует мутант она не уязвима к яду но уязвима к духовному урону и собственный жук тоже является зверем у тут 200 хп тут 177 и тут 140 в общем бьем руками хотя лучше нам заблокировать урон того чтобы меньше урона получить они сейчас начнут бить дезмона нам наша дача убить вот это вот существо под названием растения поэтому давайте мы ее вместе с вами убьем дезмонд не смог добить ее давайте добьем один очень больно болючий урон стреляем минус 1 стреляем 2 собственно смотрим что у нас яд нам не перенесли давайте полечим нашего хила лечилки тут пока нету хилка на полторы тысячи на самом деле это очень много но все-таки трава трава обязательно нужно клоу корень папоротника он у нас дает восстанавливает узы здоровья при использовании на самом деле очень полезная 20 процентов но это надо будет посчитать сколько конкретно он сможет восстановить поэтому пока сложно что-то сказать обратить внимание это комната с боссом поэтому я думаю в комнату с боссом и финале пробежим имеется виду этажа поэтому давайте пока пробежим другую сторону покачаем персонажей заодно бьем собственно тут как и как вы понимаете наша дача как можно быстрее убить растение потому что растение объек по площади яма хилится от этого нам не хватает дпс чтобы вольнуть растение с первого хода но мы его за два хода сможем забрать в любом случае вместе с дезмондом на сто процентов заберем далее еще склянку на это зелье проникновения мы можем его смело юзать зелье нельзя выносить поэтому зелье в любом случае будут у вас висеть и их можно все юзать зелье причем прям сразу как только вы их находите зелье они действуют на команду соответственно они будут постоянно с вами мы нашли какие-то сапоги давайте вместе с вами посмотрим что за сапоги это сапоги 5 уровня разоружить при выполнении атаки имеет шанс уменьшить атаку противника на 25 процентов ну это скорее танковые сапоги но тут написано что они магические дпс клерика и собственно роль и алхимика скорее всего но у нас пятого уровня насколько я знаю нету никого из персонажей да у нас четвертый поэтому для нас пока сапоги не актуальны следующий бой дезмонд очень больно бьет минус жук ваншотаем пчелу бьем духовным уроном она у нее у этого животного меньше вот так называемая слабость духовного урона поэтому бьем ее именно духовным урона убили нам дали еще одну собственно книгу книга для нас бесполезная она по четвертый уровень софи двигаемся дальше капец это еще и огромное растение то что ты будешь делать ладно ясно огромных растений будем бить позже потому что нам ну элементарно нужно всю мелочь вытряхнуть сначала для того чтобы наши персонажи прокачались папоротник собираем точнее это мироцвет давайте посмотрим что он делает можем ли мы его посмотреть до мироцвет при используя имеет 30 процента шанс разрушить все проклятие на самом деле проклятие это очень полезная вещь здесь они они получаются как я смог заметить при боя с а но нам когда вы наступаете на ловушке поэтому вы их получаете поэтому очень очень важно давайте заберем это насекомое как вы понимаете нам нужно ваншотать пчелу и чем быстрее мы это сделаем тем лучше пчелам бьет по заднему так называемой проникающим уроном цветок бьет по площади поэтому наша задача не дать цветку ударить по площади мы нашли кавалерийский шлем он пятого уровня скорее всего дам у нас пока нет снаряжение пятого уровня но тут если я правильно понял при уровень шмоток привязан к уровню локации то есть если например мобы пятого уровня соответственно мы и всех все ну все предметы будем получать пятого уровня вопрос что за предметы вот этот конечно ставится открытым как вы видите у нас там еще один переход давайте его используем здесь вот нашли огромное дерево но это скорее всего наш квест вы плакать твоя локация значит какая-то вся покрасневшая давайте пробежимся посмотрим что там у нас сейчас скорее всего будем с этим цветком драться внутри гигантской дыры в дереве гигантский людоед протягивает свои корни практически занимая все пространство несколько молодых деревянных нук выстреляли в цветочные клетки образованы гигантскими стеблями цветов это пожиратель довольно большой большой крепкий ощуплю со размером с человека кажется с ним будет довольно трудно справиться гигантский людоед это енот что он ел если вымахал таким большим посмотрите на него отвратительный большой рот он может нас легко приглотить ядро выщите доходится во рту ах ты думаю я знаю как с этим справиться ты нападаешь на него снаружи я прыгну ему в рот и нападу изнутри эдмонд ныреет в рот гигантского пожирателя и мы деремся втроем из того что эдмонд от нас свалил мы деремся втроем даем гард пытаемся стрелять но у нас стрелять не получается поэтому просто стреляем по передней цели они все бьют переднюю линию но вот еще людоед единственное бьет заднюю линию давайте дадим гард пытаемся пробить жуков мы никак не можем пробить жуков и оказывается сильнее нас но у нас даем у как она называется собственно но способность софия способность софии которая у нас гимн надежды называется поэтому бьем паладину в принципе нужно бить проникая лечением на себя потому что он скорее всего следующий ход будет как видите от насекомое призывает постоянно всех поэтому наша задача через время убить его стреляем а мы не можем стрелять почему-то время очень больно паладину даем иммунитет пытаемся стрелять но он выстрелил не в того это очень плохо время из-за этого очень больно на самом деле непонятно как она выбирает цель скорее всего цель выбирается по метке то есть нам нужно было просто стрелять по метке и не заморачиваться мы убили получили железный меч синий убили людоеда шарлот почему те существа внезапно появляются в лесу ареме довольно странный к не видел такого гигантского пожирателя енот ха ха будет трудно с ним справиться теперь когда вы мне помогли избавиться от него еще с вами не хочу с вами общаться куда ты малыш дух дерева дух дерева блокирует пути но ты удержит его в клетке образованные ветами ты гнилое дерево с ветвями отпусти меня эдмонд успокойся приятель меня заставил сделать это мой господин я просто беспомощное маленькое животное ух ты ты мгновенно надел умоляющее лицо как мило хозяин верный извращение с которой дает приказа сиди на роботизированном щупальце его имя осень он не только жестоко обращается с нами но и проводит на нами эксперименты оставляя нас работа на него осень злодей которого не так давно разыскивали верно он довольно известен нам нужно напомнить вам что он работает над новой чумой это пожиратель его работы я не имею к нему отношения я вам сказал все вы отпустите меня иди с нами доложил орду посмотрим как он захочет с тобой разобраться мы должны как можно скорее вернуться в город и сообщить повелителю о мутантах пожирателей осени вы не собираетесь меня арестовать эдмонд говорит шарлота может быть это какое-то недоразумение разберусь тогда я ухожу твой на владение мечом использования такого как защиту напоминает мне старого друга из ордена его зовут леров ты знаешь моего мастера кто ты такой по мере только я узнаю тебя я не думаю что ты так плохо как выглядишь тогда почему же ты передумал я не хочу об этом говорить тебе лучше если ты не будешь об этом знать однажды я заставлю заплатить тебе моим обидчиком пока мы как бы закончили подземелье но мы его не закончили поэтому наша задача отсюда выйти и закончить его давайте посмотрим что это за меч который он опять же пятого уровня поэтому для нас он пока бесполезен мы не пятого уровня поэтому наша задача просто прокачать уровень у нас 76 процентов исследования поэтому наша задача просто сейчас исследовать по максимуму давайте посмотрим куда мы можем пройти еще вверх нам нужно идти давайте пройдемся вверх да не туда блин 1 час опять вперед залезет но я думаю это и так понятно деремся с насекомыми встреча с лидером противника автобой отменен гигантские щупальца но они скорее всего не особо сильно я так думаю у меня кого кстати вам перед это дерево очень сильно из-за этого вот на нашем позади вообще криты пролетают нам очень-очень больно давайте как вы видите эдмонт убил сразу всех ну а это эдмонт этим все понятно абуза 300 золота и все собственно все закончилось тут давайте посмотрим что у нас наших ребят по хп собственно тысяча тысяча ну и у пинеста у шарлотта очень сильно проседает здоровье давайте немножко полечим но всем кинем чтобы они не расслаблялись мы собственно 92 процента исследовали там еще какое-то дерево было давайте к дереву сходим наша задача зайти сейчас получается заходим в портал мы идем прямо потом направо заходим собственно к дереву разговариваем с этим деревом жужжание выманить их давайте выманим их сейчас пчелы появятся вылетел рой ос пара насекомых вылетела но я думаю они уже закончились эдмонт сразу ваншотного одного сходу мы сейчас вторую ваншотнем собственно мы убили обоих в глубине запретного леса крепкий парень привлекает внимание группы в середине пня находится дупло размером с половину человеческого роста кажется внутри что то есть в этот момент когда группа планирует дойти немного ближе из дупла доносится голос секундочку не прикасайтесь ко мне вау пень может говорить о чем я собираюсь здесь травку пожалуйста уходите какой подавитель наверно он там что-то прячет я сказал что вам ничего здесь не нужно просто уходите после этих готов он выбрасывает из дупла мешочек здесь золотом мы подбираем это золото это золото 3000 обратите внимание у нас сто процентов прохождение текущей локации наша задача просто исследовать до конца и посмотреть что мы там не исследовали мошки сундучок не сундучок посмотреть и за закончить текущей локации мы можем собственно одеться я правильно понимаю да у нас два персонажа пятого уровня надеваем ей шлем плюс скорость плюс скорость нужно скорее стрелку тут пятый пистолет меч неплохо неплохо единственное у нас только софи проседает но софи можно будет подкачать я думаю сто процентов выходим не исследовали все мы также дополни а но это собственно я все это все и собрал также мы какое-то ядро дерево духа получили которого скорее всего мы сейчас вызовем поиски наконец-то совершенно давайте доложим лорду как можно скорее и енот рыцарь дух дерево пожиратель это было приключение просто невероятным особенно когда этот дух дерево он кажется совершенно непобедимым енот прерывает разговор что именно хотите собираетесь самой сделать малыш и если ты скажешь нам секрет точно мы можем замутать я словечко иначе не смотри на меня темным взглядом я мало что знаю осенью как ты можешь ходить на двух ногах и говорить на нашем языке чтобы реализовать свой план осенью правил много экспериментов я всего лишь один из экспериментов из экспериментальных продуктов вообще-то я вполне нормальный другие животные бар в лаборатории довольно страшно если он успешно разработает вирус который может быть используем а просто то мир будет обречен основным товарищем по команде блэком давайте нажмем на колосса наймем колосса и нашего первого и единственного пока что усиливать колосса и собственно прокачивать умение нужны его ядра если я правильно понимаю да общаю колосс интересный непонятно пока что его качать уровень лорда 10 8 но это собственно массовый урон 41 энергия так называемый его возвратка на переднюю линию либо кд навыков на ну в принципе нужно собирать все в любом случае обратите внимание повышает урон от яда наносимый героем третьей позиции на 50 процентов говорит о том что нужно третью позицию ставить еды века но у нас пока нету его вот остается с фактом при атаке зверя все герои восстанавливают 95 а убийство любых врагов врагов равно этот эффект на самом деле вот это вот крайне полезная хреновина но давайте пока начнем не знаю с чистым уроном по порядку а нам нужны кристаллы не кристаллы да расколоты сапфиры камень усиления колосса но у нас этого нету давайте посмотрим вторую то же самое ядовитые иглы а вот этот мы могли бы прокачать это у нас мы тоже могли бы прокачать ну собственно рекламу я потом закрою без вас нам открыли розыск теперь мы благодаря розыску можем бегать собственно в четыре локации но это опять же это дополнительная прокачка персонажей забегаем в ратушу главная мутация леса забрать собственно собрали еще софью у нас собственно расследование енота инцидент и так далее собственно как видите много новых приметов но они на самом деле не новая не все старые вы просто я смотрю рекламы вот это все с рекламы и падает поэтому ну 15 кольцо конечно же она шикарная но для нашего пока не актуальная что у нас нет возможности его качать вот это собственно описание нам говорят куда дальше идти собственно непонятно только другое почему нас не пускают в этот вот сама собственно обратить внимание у нас тут осколок блэка применяется для улучшения блэка по идее нам должны были его открыть почему-то его не вижу и но придастся на полезные сведения его хозяин известен под имени осин отвечает за мутантов мало того что он кажется планирует что-то еще опасное в боже мой что за псих что нам делать чтобы выяснить это лорд приказал на провести расследование встретить и рекомендовал алхимик который поможет нам давайте встретимся с ним в углу площадки стоит таинственный человеку маски в темном плаще блэк он собственно ядовик ух ты какой странный вы должны быть улыбающийся маска тэнстый человек продолжает стоять у стены и замазки наносите странный голос только вы двое похоже лорд не сна сей сложности этого задания может мы или на ваврансом у нас есть боевой опыт нам очень хотелось поучиться у вас надеюсь вы меня не задержите просто возьмите с собой енот поскольку он знает это место и может помочь нам как пожелаете вы получили эмблему блэк опустите дал героев чтобы нанять рекордов хорошо эмблема блэка находится собственно в зале не могут быть выброшены про или проданы используйте эмблему чтобы нанять блэка нанять у нас собственно ядовик блэк давайте его наймем блэк нанят отличная у нас алхимик у нас очень много золота поэтому мы в принципе можем алхимика прокачать у нас 29000 таверна у нас также доступна розыска туда-сюда то есть пробежать и обновляется она в полночь по москве посмотрим что за награда тут написано в 5 утра но на самом деле она обновляется в полночь по москве потому что кулдаун как раз плюс-минус в это время идет а тут награда вилсона какого-то непонятно что за вилсон собственно постоянно подсвечивается реклама но мы ее позже будем закрывать как вы видите запретный лес у вас почему-то актуален а шестого уровня аж офигеть но как вы видите запретный лес шестого уровня у нас доступен не понимаю 21 закрыта расследование чумы пока что непонятно почему видимо нам нужно на шестой уровень шлепать для того чтобы что-то открыть но не суть важна я думаю мы с вами пока на этом закончим всем спасибо за просмотр с вами был Андрей всем пока пока пока